Новости на телеканале ИКС в студии Дмитрий Дудко. Здравствуйте! Сегодня депутаты Законодательного собрания Севастополя приняли в первом чтении законопроект о бюджете города Севастополя на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. За проголосовали все 22 присутствовавших в зале депутата. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Севастополя в 2018 году составит больше 35 млрд рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме порядка 21,5 млрд. Общий объем расходов бюджета города составит в сумме чуть меньше 39,5 млрд рублей. По прогнозам Департамента финансов, дефицит бюджета Севастополя на 2018 год составит почти 4 млрд рублей. В 2019-2020 годах прогнозируется рост как доходов бюджета города, так и его расходной части. При этом дефицит бюджета в 2019 году ожидается меньше, чем в 2020. Подробную структуру бюджета вы можете изучить на сайте информационного канала Севастополя xtv.ru. Однако сегодня, во время заседания, депутаты так и не смогли определиться, когда они внесут поправки в бюджет 2017 года. Жаль, что мы не приняли бюджет 2017 года в четвертом чтении. Самое плохое, то что мы даже не знаем сроков его принятия, ни даты. 20 декабря, 19, завтра, 13, 15, может 29, может вообще в январе. Не было установлено ни срока внесения поправок. То есть мы просто из принципа для того, чтобы в чем-то доставить неудовольствие, органам исполнительной власти приняли соответствующее решение. Поэтому жаль, что сегодня такая работа произошла. Де-факто, как говорил я, Вячеславович, это не позволит нам до конца года сделать необходимые городу решения. Не нам лично, не зарплаты лично нам, а органам исполнительной власти. Вячеслав Николаевич, вы киваете, но вы несете за это полную ответственность. При рассмотрении вопросов много времени депутаты потратили на согласование юридических процедур. Поправки должны быть внесены не позднее 24 часов. Но вы не определили вообще срок внесения поправок. 24 часов по отношению к чему. Губернатору Севастополя ограничен въезд еще в четыре страны. В санкционный список Дмитрия Овсяникова внесли Черногория, Албания, Норвегия и Украина. Кроме запрета въезда, ограничительные меры включат в себя и доступ к банковской системе. Дмитрий Овсяников прокомментировал ситуацию. Санкции, с чем они связаны, нужно спрашивать у тех, кто принимает такого рода решения. На работу они никак не повлияют, потому что в жизни бывают более сложные вещи, более личные, чем санкции. Будут продолжать работать, реализовывать программу развития города. И сегодня, кстати, мы обсуждали в правительстве России бюджет трехлетней города Севастополя. Поэтому уже выйдя из совещания, я узнал об этом событии. Никак его не воспринимаю. Теперь о праздниках. Сегодня, 12 декабря, в России отмечают День Конституции. В 1993 году всенародным голосованием в нашей стране был принят основной закон. В этот день проводятся масштабные мероприятия, конференции, круглые столы и праздничные концерты. Отметим, что для принесения присяги президента в 1996 году было создано инаугурационное издание Конституции в единственном экземпляре. Официальный символ власти хранится в библиотеке главы государства в Кремле. О ситуации на дорогах страны. В России появятся дополнительные дорожные знаки. Среди новинок – диагональный пешеходный переход, выделенная трамвайная полоса, глухие пешеходы и въезд на перекресток в случае затора запрещен, уступив всем и можно направо. В тестовом режиме новые знаки введут в Москве, Санкт-Петербурге, Владимире и Саратове, а позже и в других городах России. Теперь о севастопольских дорогах. В городе продолжают совершенствовать проект планировки и межевания уличной дорожной сети города. Сегодня разработчики, архитекторы из Москвы, провели в Гагаринском районе повторную консультацию для собственников участков, чьи интересы могут затронуть при строительстве новых дорог. Напомним, в Севастополе разрабатывают проект планировки дорожной сети. Он позволит заложить территории под расширение и строительство новых дорог. Это должно решить проблему с транспортной загруженностью города. Подробности у Анны Леготины. Мы этот момент проведем по границе. Они в любом случае обременение уже сняли. Это уже не первая встреча севастопольцев с проектировщиками новой уличной дорожной сети города. Сейчас архитекторы проводят повторные консультации с собственниками участков, которые предполагается изъять для строительства дороги. Рассматривают варианты, чтобы частично или полностью снять обременение с земли. Решения находят в большинстве случаев. В проект уже внесли ряд изменений. По старым картам мы увидели, что затрагиваются интересы собственников наших участков. Ну, по крайней мере, вот сейчас нам показали обновленную карту города, где, в принципе, учли наши предыдущие замечания. Тут мы не можем каких-то претензий предъявить. В принципе, люди успокоились. На данный момент мы расскажем остальным, что их интересы учтены. За несколько месяцев работы архитекторам, благодаря диалогу с собственниками, удалось сократить количество участков под снос. По сравнению с изначальным проектом, больше, чем в половину. Проектировщики решили проблему с садовыми товариществами на Фиоленте. Раньше предполагалось строительство одной большой дороги. И при этом нужно было снести несколько десятков домов. Сейчас предлагают сделать одну капиллярную дорогу. Она соединит все садовые товарищества и при этом не затронет ни один участок. Работа над проектом продолжается. Изменения вносят ежедневно. Сложнее всего, по мнению экспертов, с Гагаринским районом из-за территориальных особенностей. Было заложено тоже эстакада через Третьскую бухту, мост. Но здесь как раз военной территории. Поэтому мы предложили альтернативный вариант, который тоже, опять же, уходит от жителей. И, получается, связывается по местной сети. Работа проходит продуктивно. То есть максимум мы постараемся внести какие-то изменения в нашу работу с учетом замечаний. Замечания и предложения жители города внесут еще раз, 14 декабря. Во всех районах пройдут публичные слушания. После них специалисты отработают все заявки и представят итоговый проект планировки и межевания уличнодорожной сети Севастополя. Анна Леготина, Мария Буйлова, информационный канал Севастополя. Продолжим тему. К завершению подходит самый масштабный ремонт дороги этого года. На проспекте генерала Острякова за 9 месяцев полностью заменили дорожное покрытие, бордюры и уличные фонари. А также обновили коммуникации. Губернатор Севастополя побывал на объекте и оценил качество работ. Встретился с исполнителями и оговорил окончательные сроки сдачи дороги в эксплуатацию. Подробнее в сюжете Анна Леготина. Капитальный ремонт дороги начали весной. На работы по проекту заложили почти год. Но подрядчик пообещал отремонтировать 4 километра полотна раньше. Спустя 9 месяцев объект принимает губернатор Севастополя. В ремонт проспекта генерала Острякова вошла также замена бортовых камней, прочистка ливневой канализации, благоустройство и озеленение прилегающей территории. Тротуар и проезжую часть сейчас разделяют специальное ограждение. На дорожном полотне современная разметка. Она выполнена термопластиком со светоотражающими элементами. Подрядчик уверяет, дорога прослужит долго. Только асфальта здесь 7 сантиметров. А под ним еще выравнивающий слой. Уложена трещинопрерывающая прослойка, армдор 100, так называемая антиколея, антияма. И 5 сантиметров щебеночно-мастичного асфальта бетона, который и дает повышенную прочность. Подрядчика обязали сделать проспект удобным не только для автомобилистов, но и пешеходов. В ближайшие две недели здесь, на тротуарах, появится специальная тактильная плитка для слабовидящих. При строительстве дороги учли пожелания жителей микрорайона. Одно из них – пешеходный переход между остановкой комплекс и пятым километром. Раньше людям приходилось перебегать этот участок дороги. Нередко случались и аварии. Сейчас за безопасность можно не переживать. Сейчас правительство заключает контракты на строительство еще нескольких дорог. К середине 2018-го новое покрытие появится на Рыбацком причале, проспекте Октябрьской революции, улицах Новороссийской и Корчагина. Затем, как меняются дороги Севастополя, наблюдали Анна Леготина, Андрей Вовк, специально для информационного канала Севастополя. Теперь о космосе. Российские космонавты три раза выйдут в открытый космос с Международной космической станции в 2018 году. Основной миссией первого выхода, намеченного на 2 февраля, станет установка аппаратуры ретрансляции данных через спутниковую систему «Луч». Второй выход пройдет в мае. Дата третьего пока не определена. Отметим, что с 2014 года российский экипаж покидал пределы станции лишь раз в году. Напомним, новая экспедиция отправится на МКС 17 декабря с космодрома Байконур. В составе основного экипажа – герой России, почетный гражданин Севастополя Антон Шкаплеров. Крымский отель, санаторно-курортный комплекс «Мрия» признан лучшим в мире. 10 декабря на вьетнамском острове Фукуок состоялось вручение всемирной премии в области туризма. Вопреки санкциям, именно крымский отель стал лидером в индустрии гостеприимства. Напомним, отель был открыт в Ялте в 2014 году, а уже в 2015-м получил премию «Лучший новый курорт Европы». Комплекс рассчитан на 408 номеров и 14 вилл, знаменит СПА-процедурами и медицинским центром. По мнению генерального директора отеля Гранта Бабаяна, Крым как туристическое направление еще раскроет свой потенциал. Севастополь в ожидании праздников. Новогодние каникулы – самое уютное время в году. Ёлка, подарки, мандарины и, конечно, старое доброе кино. Информационный канал «Севастополя» предлагает встретить праздники вместе. Больше 40 премьер всего за 10 дней. Присоединяйтесь к нашему киномарафону. Какие фильмы и когда смотреть, расскажем прямо сейчас. Ровно в полночь. Что в полночь? Приходите к амбару, не пожалеете. Вместо Ипполита, Евгения и бедной Нади из «Иронии судьбы» на информационном канале «Севастополя» праздничный марафон откроет Миронов. Обыкновенное чудо. Двухсерийная сказка, 24 любимые песни и больше двух часов с любимыми актерами. 31 декабря в 19.30 только на нашем канале. 1 января принято считать днем тишины после шумных застолий. Программные редакторы нашего канала решили, что лучшим дополнением к семейному обеду станут любимые советские комедии. «Золотой теленок» и «12 стульев». Несколько часов в эфире, и в вашей квартире будет только веселый смех. Мы понимаем, что в период новогодних каникул люди включают телевизор именно в фоновом режиме. И наша задача создать такой фон, который мог бы и собрать всю семью у телевизора, да, например, если люди смотрят какую-то старую советскую комедию, вместе обсуждают. И этот фон должен не мешать общению. И весь наш новогодний эфир будет построен на том, чтобы людям при включенном телевизоре было уютно, и чтобы они могли общаться полноценно со всеми членами своей семьи. В 1983 году Мэри Поппинс впервые сказала всей стране «до свидания». Но, как и все хорошее, она уже 34 года возвращается на экраны. Кто пангиды и простуды, лечит лучше, чем микстуры. И легко, без затеи, лучше разных врачей, всех людей спасает. Летом и зимой, лишь улыбкой одной. Леди Мэри расскажет все о воспитании 2 января в 13.00. Эксклюзивно для зрителей информационного канала «Севастополя». Кроме того, в новогодние каникулы мы покажем и фильм о Бароне Мюнхгаузене, и «Кинзадза», знаменитую комедию, и даже «Войну и мир». Всего запланированы 40 премьер. Каждый день каникул для детей и взрослых. Картины производства концерна «Мосфильм», ленты из фонда «Народное достояние», документальные короткометражные кино молодых авторов страны. Смотрите информационный канал «Севастополя» с 31 декабря по 8 января. А вместе с вами за телепрограммой будут следить и журналисты нашего телеканала. Дмитрий Дудко, информационный канал «Севастополя». Очередной выпуск проекта «Травы Крыма». В каждом рассказываем о растениях, занесенных в Красную книгу, сколько видов растет на полуострове, и в какое время года, и где их можно увидеть. В этом выпуске вы узнаете про бузину. В мире известно всего 40 видов бузины. В лесах Крыма встречаются два – бузина травянистая и бузина черная. Травянистая бузина – это трава высотой до 2 метров, ее ягоды ядовиты. Черная бузина – небольшое деревце высотой от 1,5 до 4 метров. Цветет в мае-июне. Плоды созревают в июле-августе. Черная бузина растет в горах, по опушкам, над речками и у дорог. Из древесины бузины изготавливают музыкальные инструменты. Из ягод делают сиропы, джемы, кисели. Соком бузины подкрашивают вина. Цветки используют при производстве коньяков и ликеров. В народной медицине бузина помогает при простуде, кашле и лихорадке. И в завершении выпуска о погоде. Как сообщают синоптики, 12 декабря в Севастополе переменная облачность без осадков. Ветер южный – 10-15 метров в секунду. Температура воздуха ночью – плюс 8, плюс 10 градусов. Днем – плюс 12, плюс 14. 13 декабря в городе осадков не ожидается. Ветер южный – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью – плюс 10, плюс 12 градусов. Днем – плюс 12, плюс 14. И на этом пока все. Телефон редакции 54-51-12. Все новости на нашем сайте xtv.ru. Следите за развитием событий вместе с нами. В студии был Дмитрий Дудко. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова